6 июня немецкие тяжелые снаряды вновь били по советским позициям у Севастополя. Артиллерийская подготовка перед штурмом шла пятый день. Один из снарядов проломил бронированную крышу одной из двух башен батареи номер 30. Башня была введена в строй уже на следующее утро, но действовал лишь один ствол. Еще один снаряд не разорвался, и советские специалисты смогли рассмотреть его. Этот двухметровый стальной монстр выпустило одно из двух орудий, известных как «Устройство Карл». Бетонобойный снаряд калибром 600 мм и весом 2170 кг выстреливался с начальной скоростью 220 метров в секунду и пробивал бетонную стену толщиной до 3,5 метров, или стальную плиту толщиной 450 мм. Скорострельность – один выстрел в 10 минут. Всего построено 6 мортир. Днем ранее по Севастополю сделала первый выстрел гигантская пушка «Дора». Калибр 800 мм. Транспортер пушки располагался на колее сдвоенного железнодорожного пути. Обслуживал пушку дивизион численностью до 500 человек. В расчет включался транспортный батальон, комендатура, маскировочная рота и полевой хлебозавод. Подготовку позиции осуществляли тысяча саперов и 1500 рабочих. Для укрытия и маскировки орудия в горе близ Бахчисарая сделали специальный разрез. Сборка и подготовка к стрельбе заняла 6 недель. Орудие израсходовало 48 снарядов. Зафиксировано лишь одно удачное попадание – в склад боеприпасов, находившийся на глубине 27 метров. Обстрел велся 13 дней, после чего орудие демонтировали и отправили под Ленинград. Всего в составе 11-й армии на тот момент имелось 785 немецких и 112 румынских орудий всех калибров.